МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вопрос ухода и очистки выгребных ям и септиков важен для всех владельцев загородных участков. Как сделать этот процесс экологически безопасным, экономичным и практичным, это вопросы к специалистам. Здравствуйте! Добрый день! Вот вопросов по поводу септиков и выгребных ям на самом деле масса. Просто не все могут задать их напрямую. А у меня эти вопросы просто на языке, что называется. Скажите мне, пожалуйста, как вообще часто нужно чистить выгребные ямы и септики? Как вы рекомендуете? Ну, смотрите, конечно, это зависит от так называемой нагрузки на ваш дачный туалет. То, что у вас это, бабушка с дедушкой живут сезон, или приезжает целая команда студентов отдохнуть на выходные. То есть количество человек важно? Действительно. Плюс объем выгребной ямы, либо септика. Отсюда мы уже будем исходить. Предположим, базовый набор, доктор Робик, это специальная композиция для выгребных ям и септиков, приготовленная из полезных бактерий. Они расщепляют и разжижают фекальную массу. Базовый набор рассчитан на полторы тысячи литров, так называемых. Это просчитанная стандартная яма под нашим обычным, ну, так называемым, дачным туалетом. И ведь вы представляете, он действительно разжижает эту массу. Что такое разжижает? Это усаживает как-то ее. Даже если он разжижает ее на треть в сезон, это уже на треть облегчает нашу работу по откачке этих фекальных масс. Смотрите, что такое треть. Так бы мы вызывали в эти три месяца за лето три раза машину, предположим, да? А так на треть уменьшилось два раза за сезон, мы всего вызываем машину. То есть это прямая экономия? Прямая экономия. Сколько стоит доктор Рубик, а он стоит очень недорого, порядка 120 рублей. И столько стоит вызвать автоосинизацию. А что находится внутри этого пакета и за счет чего происходит вот эта работа? Там находятся полностью естественные ингредиенты. Основная масса 30% пшеничной отруби, натрий двуглекислый и биологические добавки. Они естественным путем брожения усаживают наши фекальные массы, удаляют неприятные запахи, расщепляют целлюлозу, жиры. А целлюлоза – это наша, извините, туалетная бумага. Как работать с этим пакетом? Растворяется он или просто засыпается в выгребную яму? Если у нас классический наш дачный туалет, мы просто высыпаем в выгребную яму. Если там отходы как-то затвердели, желательно добавить в ведро воды. Вода ускоряет процесс. Если у нас дача оборудована унитазом, мы засыпаем это в унитаз и сливаем пару раз бачок. А как правильно рассчитать, сколько средств доктор Робик-109 нам нужно? Базовый доктор Робик-109 рассчитан на 30-40 дней работы. При объеме вашей ямы – это полторы тысячи литров называется. Следующий новый доктор Робик этого сезона – это доктор Робик-609. А в чем отличие? Вот я вижу только пока разницу в упаковке и в объеме. Да, действительно. Здесь объем 75 грамм, здесь объем около 700 миллилитров. Он жидкий, но это новое средство дает нам улучшенную формулу. Он рассчитан уже на 180 дней эксплуатации и увеличенный объем вашего септика, либо ямы – 2 кубических метра, либо 2000 литров. Утилизация дачных отходов – это дело, безусловно, нужное. Но и в домашних условиях образуется масса отходов, которые можно и даже нужно использовать с умом. То, что чаще всего у нас отправляется в мусорный мешок или в ведро, можно использовать для подкормки растений, а также для защиты их от всевозможных насекомых-предителей. Я остановлюсь лишь на трех продуктах. Первое – это луковая шелуха. Она не только сама по себе является неплохим продуктом для закладки в компост, но и может послужить средством для защиты от насекомых. Как мы воспользуемся этим продуктом? Мы берем половину стакана луковой шелухи и заливаем стаканом кипятка. Буквально в течение часа мы настаиваем и полученный раствор заливаем в пульверизатор, естественно, в охлажденном виде и опрыскиваем все листья растения для того, чтобы уберечь их от таких насекомых-предителей, как щитовки, например, или паутинный клещ. Именно настой луковой шелухи помогает безболезненно и без использования мощных химических препаратов предотвратить нашествие этих насекомых. В домашних условиях все препараты должны быть безопасными. И именно природные компоненты помогают нам обойтись без жесткой химии. Одним из продуктов, который чаще всего отправляется в мусорное ведро, является скорлупа яиц. Ну, многие знают, что подмешивание скорлупы в почву помогает ей сохранить щелочную и слабощелочную реакцию, потому что скорлупа, постепенно растворяясь, нейтрализует кислоту, которая накапливается в почве. А вот еще немногие знают, что именно скорлупу от яиц можно использовать в качестве дренажа. Например, у вас есть небольшой горшок с дренажным отверстием, а вот керамзита, который вы могли бы положить на дно его, нет. Не отчаивайтесь. Именно скорлупа от яиц укладывается на дно посадочного горшка слоем примерно в 2-3 см. А затем поверх этого дренажа мы насыпаем питательный грунт. Какую функцию будет выполнять скорлупа в горшке? Во-первых, она будет предотвращать вымывание почвы через дренажное отверстие в горшке. Во-вторых, скорлупа будет отводить лишнюю влагу от корней, что будет препятствовать ее застою и возникновению всевозможных гнилостых заболеваний. А еще скорлупа, постепенно растворяясь, будет отдавать корням необходимые для их роста и развития минеральные вещества, то есть послужит дополнительной подкормкой. Банановая кожура тоже может быть прекрасным средством подкормки растений. Только вот приготовить удобрение из этого вида отходов нужно особым образом. Первым делом мы нарезаем кожуру достаточно крупными фрагментами. Да-да, не удивляйтесь, мы с вами сделаем некое подобие зеленого удобрения, когда мы на даче замачиваем примерно на 2-3 недели зеленую траву в бочке с водой. Именно этот процесс позволяет из остатков растений вытащить все необходимое для того, чтобы другие растения, которые мы подкармливаем, получили необходимую дозу минеральных веществ и макро-микроэлементов. Возьмем небольшое количество воды комнатной температуры, заливаем кожуру. Для предотвращения неприятного запаха мы накроем все это пакетом и оставляем в теплом месте для брожения примерно на одну неделю. Потом мы процеживаем полученный раствор. Настой банановой кожуры мы будем добавлять с вами воду при поливе и опрыскивании растений. И именно это средство поможет сохранить здоровье и красивый внешний вид ваших домашних цветов. А мы с вами продолжаем нашу программу и возвращаемся к вопросам дачной утилизации. Робик 109 это сухое средство, а здесь раствор. Как он используется и как правильно его добавлять? Раствор использовать еще удобнее. Если у нас это выгребная яма, мы просто добавляем раствор. Если у нас установлен унитаз, мы доливаем опять же этот унитаз и сливаем один раз. Скажите, а как действует это средство? Мне важно понять принцип. Ну посмотрите, это естественный процесс гниения, это естественная природная среда, это брожение. При этом не выделяется неприятных запахов, ничего не увеличивается, наоборот идет осадка фекальных масс. Это все естественно, никакой химии вообще нет. То есть специалисты подобрали такие штаммы микроорганизмов, которые помогают безопасно, быстро утилизировать всю органику? Да, это средство безопасно для людей, животных и растений. И это очень важно, потому что потом откачанные массы из туалетов, они будут безопасны для окружающей среды. Несомненно, мы же для того едем на наш загородный участок, чтобы находиться в естественной среде. Робик 609 это новинка. По сравнению с Робиком 109 и цена отличается. В чем принципиальная разница? Более новое средство, оно более эффективное, плюс увеличен в несколько раз именно ресурсы. То есть по сравнению с 30-40 днями, 180 дней гарантированной работы. То есть здесь бактерии находятся в более высокой концентрации, как я понимаю? Действительно, более высокая концентрация бактерий продлевает срок ее службы. Скажите, это импортное или наше средство? Нет, важно отметить, что это полностью натуральные вещи и выпускаются в России. Большое вам спасибо. Теперь я понимаю, как работает это средство и как правильно рассчитать его необходимое количество для моего участка. Успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова